МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в нашем выпуске. Национальные проекты равно рабочие места. В столицу Чувашии посетил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Сахара и Садовый. Что их объединяет? Жители столичного микрорайона остались без воды. Безопасность превыше всего. Чубаксарские депутаты провели выездное заседание в Центре управления нарядами. Чувашию с официальным визитом посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров познакомился с развитием детской медицины и работой одного из крупнейших заводов. Подробности у Дмитрия Ковалева. После капремонта корпуса Республиканской детской клинической больницы заиграли яркими красками. Немалые суммы направили и на модернизацию. За счет бюджета региона в прошлом году обновили реанимационный блок. В реанимации у нас таких 5 чистых помещений. Это реанимационный зал, где можно и мы проводим реанимационную помощь, оказываем. В случае необходимости прямо здесь можно наполнить любые операции. За год в больнице проводят порядка 10 тысяч операций. В сложных случаях врачей консультируют специалисты из Москвы. На развитие телемедицины в республике делают ставку, отметил глава региона. Качественная связь проложена до каждого муниципалитета, где работают новые ФАПы. Сегодня на уровне ФАПы, на уровне сельского поселения, где фельдшеры или врачи, которые по графике выезжают, они имеют связь с учреждением здравоохранения второго уровня. Это районный уровень или межмуниципальный уровень. И здесь связь уже с третьим уровнем. Вот здесь она вся стыковка есть. Благодаря видеосвязи и электронным сервисам врачи могут оперативно получить историю болезни, а пациенты записаться на прием. Глава республики рассказал и о дальнейших планах развития детской медицины. Только в этом году в рамках регионального проекта для РДКБ приобретут современную технику. В ближайшее время начнется строительство нового лечебно-диагностического корпуса. Проектным работам уже приступили. С одним словом, все мечты ваши будут в перспективе отворены в реальничестве. Модернизация больницы продолжится и в следующем году. В следующем году, в 2020-м, планируется выделение федеральных средств на сумму 124 миллиона для приобретения тяжелого оборудования. И планируется продолжение ремонтных работ. Следующий пункт рабочей поездки – научно-производственный комплекс ИЛАРА. Для полпреда президента России – это близкая тема. На протяжении многих лет Игорь Комаров руководил Роскосмосом. Приборы для авионики выпускают на заводе в Чебоксарах. В частности, это изделие точной механики, привод, магнитный механизм для системы управления самолетом. Без белых халатов в эти цеха заходить запрещено. Стерильности требует выпуск печатных плат. Есть у нас свои технологии, которые мы используемся. Это технология металлизированных плоских объект. Далеко не все производители печатных плат освоили эти технологии. Такими печатными платами оборудуют вертолеты и самолеты. У работников цеха нет права на ошибку. За качеством продукции налажен тотальный контроль. На этой заготовке мы имеем 60 тысяч 400 отверстий. Вот на это 60 тысяч. Из них 56 тысяч отверстий диаметром 0,2 миллиметра. Вот такой сложный продукт изготавливает. Приоритетная задача для завода – диверсификация. Здесь уже наращивают объемы выпуска гражданской продукции. Высокий спрос на пульты машиниста. Мы практически каждую погоду выпускаем пульт следующего этапа. Сюда выводится информация со всех видеокамер, которые в поезде. Если пассажир может связаться с машинистом. Развитие экономики региона Игорь Комаров и Михаил Игнатьев обсудили на рабочей встрече. Реализовываем сейчас 120 инвестиционных проектов на общую сумму 190 миллиардов рублей. Президенты у нас появляются в Ханаши. Это много на нашей территории, который держит социально-экономическое развитие. У экономики региона потенциал большой, отметил полпредпрезидента. Впереди немало работы. Реализацию национальных проектов в регионе обсудили на расширенном заседании с участием полномочного представителя Игоря Комарова. 11 национальных проектов, 4 месяца реализации. До конца года предстоит большой объем работ. Все ключевые показатели должны быть достигнуты. 2 миллиарда 200 миллионов рублей направят на развитие здравоохранения в 2019. Закупка нового оборудования, ремонт больниц, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. В последнем республика преуспела. 179 ФАПов уже построены. В этом году откроют еще 26. В первую очередь они появляются взамен аварийных медпунктов. Но в республике считают, что программу необходимо расширить. В федеральном проекте участвуют только аварийные, а ветхие не входят. А аварийность она подразумевает закрытие. То есть на момент строительства, скажем так, задурнена будет оказанием ветхие с помощью. Поэтому через запятую аварийные ветхие. Появление санавиации в 2020 году. Создание регионального сосудистого центра и центра трассовой медицины. Часть грядущих улучшений в здравоохранении региона. Цели и задачи определены и по другим нацпроектам. В сфере образования необходимо сконцентрировать усилия на достижении к 2021 году. 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В этом плане еще есть что делать. Нужно продолжить работу по формированию эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей, талантов у детей и молодежи. И своевременно выполнять задачи по созданию и обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей в школах. Четкая реализация задач прежде всего зависит от сложенной работы вертикали власти. Управленская команда в целом и кабинеты министров, органов власти, органов местного самоуправления, как одна большая семья, как одна управленская команда будет работать на результаты. Все мероприятия по нашим полановым показателям должны пошагово, поэтапно выполняться. Мы будем использовать лучшие практики регионов Приволжского федерального округа для того, чтобы быстрее реализовать все те мероприятия, которые предусмотрены. С точки зрения организации, работы по подготовке и выполнению указов, на мой взгляд, продемонстрировали коллеги хорошей организации работы. Но есть ряд направлений, которые мы обратили внимание и системных вопросов. И есть те моменты, которые можно, конечно, записать в плюс. И по сравнению с другими регионами, и Российской Федерации, и Приволжского федерального округа, Чувашия находится на хороших позициях. Игорь Комаров подчеркнул, уже в этом году жители страны должны почувствовать эффект от нацпроектов. Именно мнение населения станет главной оценкой работы органов власти. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Вчера несколько домов в микрорайоне Садовой практически на целый день остались без воды. Вода пропала утром 23 апреля. Жильцам не сразу сообщили, что произошла авария. Вообще ничего не объяснили. Аварийная ситуация, все, водоканалы работают. Управляющая компания вообще молчит. Узнали через сайт Садовой, что нет воды целый день. Все обещали через час, через час. Каждый час вот так звонили люди и говорили, что через час шесть-семь будет. Пришлось прийти уже. Готовить нет, будем голодать в сегодняшний день. Ну как-то руки мыть же надо, и дети маленькие тем более. Около 19 часов к домам подвезли техническую воду в цистернах. За питьевой люди шли в магазин или колонки. Первый раз, вот первый раз было такое. Вон идем в соседний поселок за водой. Колонка, колонка. Я говорю, зачем у этого бака, зачем я буду пить? Там, когда колонка там, с колонки течет вода, она же питьевая же. Люди с поселка пьют же там. Сотрудники водоканала работали около дома номер 18, дробь 1 по улице Дементьева весь день. Нам они объяснили причину аварии подвижкой грунта. Вон стоит кусок, вот он лопнул. Что вам, как объяснили? Вроде не морозы, вроде бы никаких ситуаций. Не даем, можете... Грунт играет, земля играет. Да, не крутая, там все будет у вас вижу. Движение круто, а? Много факторов бывает от повреждения водопроводов. Прорыв водопроводной трубы диаметром 300, все. Технически я вам беседеть не буду, вы не поймете. Вы меня отвлекаете сейчас. Люди воду ждут, вы меня отвлекаете. Как я вас отвлекаю? Откликаетесь своими глупыми вопросами. К 21.00 вода вернулась в квартиры. Правда, в этот вечер не помыть посуду, не тем более приготовить ужин, вряд ли у кого-то получилось. Как обеспечивается безопасность столицы Чувашии, сегодня проверили депутаты Чебоксарского городского собрания. Комиссия по местному самоуправлению депутатской этики провела выездное заседание в Центре управления нарядами. На каждого сотрудника службы 02 в среднем за сутки приходится от 180 до 230 сообщений. Служба 02 Центра управления нарядами. Именно сюда сразу по 10 линиям поступают все сообщения от горожан, которые звонят в полицию или на номер 112. Далее сотрудники передают информацию в территориальный отдел полиции. У нас где-то составляет время прибытия нарядов от 10 до 20 минут в зависимости от оперативной обстановки и сложившейся дорожной обстановки. В первую очередь правоохранители реагируют на преступления против личности, побои, грабежи. Еще до приезда оперативной группы посмотреть, что происходит на месте, могут сотрудники другой службы Центра управления нарядами. По всему городу установлены тысячи камер видеонаблюдения различных программ. Например, безопасный город и безопасный двор. И это отдает результат. В прошедшем году раскрыты все изнасилования, разбойные нападения, почти все убийства. Чтобы любимый город мог спать спокойно, в этом году оснащение камерами продолжится, отметил заместитель главы столицы Чувашии Николай Владимиров. В 2019 году мы дополнительно по городу установим 52 камеры. Можно озвучить эти места. Это Кадетский сквер, Кадетская школа, возможно, общественное пространство около торгового дома «Овоз» в районе Шумашкара. Будут Константин Ивановский затронемы. Ну и, конечно же, приваем горожан, активно участвовать в инициативном бюджетировании, проводить общесобрания, участвовать в софинансировании, по установке тоже видеокамер наблюдений в своих общественных пространствах, во дворах, для безопасности своих детей, своих семей. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. 27 апреля пройдет Всероссийский день посадки леса. Чуваша в этой акции принимает активное участие. Подготовка идет на протяжении двух лет. Именно столько нужно, чтобы вырастить сосны, готовые к высадке. Наш корреспондент Ольга Алексеева побывала в лесном питомнике Заволжья и узнала, на каком этапе находится подготовка. Этим сеянцам в этом году исполнилось два года. Они уже достаточно подросли и готовы к высадке. Что ж, вполне качественные, готовы к посадке. Посадить, прополоть, удобрить – это только части обязательных работ, которые нужны, чтобы подготовить сеянцы сосны, обыкновенные к высадке. Мы находимся в постоянном лесном питомнике, в сосновском участковом лесничестве. Продуцирующая площадь питомника составляет 3 гектара. В течение вегетационного периода, в течение года, можно сказать, до сентября месяца, мы их прополкаем порядка 3-4 раза. И этот протравливаем тоже, опрыскиваем от профилактических опрыскиваний, от грибков, болезней, тоже 3 раза. Почва в Заволжье легкая и песчаная, требует минеральных удобрений. Высадка происходит двумя способами – ручным и механическим. Для ручного метода используют незаменимый меч Колесова. Это орудие, специальный нож, сделан под эту почву, чтобы отверстие было именно тех размеров и прижимает корневую систему соответственным образом. Мы с вами находимся на месте высадки наших сеянцев. Этот будет первый на этом участке. Активная посадка деревьев в Чебоксарском лесничестве началась после пожаров 2010 года. За 8 лет восстановление леса практически закончено. Мы находимся в 11-м квартале сосновского участкового лесничества. Здесь ранее была расчистка произведена, территория от неликвидной древесины, которая образовалась в результате пожаров в десятых годах. И вот в дно плужных порост здесь будет производиться высадка сеянцев сосны обыкновенной. Еще один не менее эффективный, но более быстрый способ посадки деревьев – механический. Но и здесь без применения ручного труда не обходится. Всего в 2019 году на месте горельников планируют посадить более 1 миллиона саженцев сосны. Желающие помочь могут присоединиться 27 апреля во всемирный день посадки леса. Саженцы готовы, мечи для посадки предоставят. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Мир книг разнообразен, интересен и велик. Какие произведения на родном языке пользуются особой популярностью, объявили сегодня в Национальной библиотеке. Там подвели итоги конкурса «Литературная чувашия. Самая читаемая книга года». Подведение итогов конкурса «Самая читаемая книга» как раз совпал с приездом в Чебоксары известных мастеров детективного жанра Анны и Сергея Литвиновых. На встрече с авторами читатели задавали вопросы, общались с Литвиновыми, рассказывали о себе. Затем организаторы перешли к подведению итогов конкурса «Самая читаемая книга». В Республике он проводится уже более 10 лет. В этот раз в номинации «Самая читаемая книга» приняли участие 162 издания. Почитать их можно в Национальной и других библиотеках республики. Самые читаемые книги определялись по всей республике. Каждая библиотека, Центральная библиотека предоставляла Национальной библиотеку шот-листы о прочитанных книгах с перечнем книг и количеством, сколько каждая книга читалась. И Национальная библиотека уже подводила и компетентное жюри определило самых читаемых книг. Самыми читаемыми на чувашском языке стали книги «Грешник» Валерия Муравьева и «Голос в изморосе» Хведера Агивера. Самыми читаемыми детскими книгами Натали Людмилы Смолиной и «Жаркие дни» Николая Андреева. В номинации «Драматургия» избранная третий том Николая Терентьева стала самой популярной среди читателей. А в номинации «Переводы» жюри выделило книгу «Вечная Волга» Николая Сорокина. Диплома получил коллектив переводчиков – поэты Юрий Семендер, Валерий Тургай и писатель Римма Прокопьева. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее интересная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей. Широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более пяти тысяч наименований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках, с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. Я смотрю, выбор большой и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас пойдем посмотрим и, может быть, что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. С остановки недалеко тут, рядом. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чуваксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года.